день добрый наш сегодняшний пост хотелось бы посвятить очень красивой мысли которую я услышал зайдя в синагогу на две минуты раньше времени наступления марио это первая идея на что даже за одну минуту за две минуты нахождение в синагоге можно услышать что-то очень-очень важное поэтому есть такая аллаха даже на одну минуту даже на две минуты заходите в бед-метраж если у вас есть свободное время услышите что-нибудь откройте книжку прочитайте одну аллаху великое дело вы вдруг так сказать как бы одним маленьким движением до одним маленьким как бы поползновением приближение ко всевышнему сделали огромную вещь это такой настоящий бизнесмен так себя так себя и ведет если можно выиграть хотя бы чуть-чуть то копейка рубль бережет и как говорят наши мудрецы ковец алья дырб тот то присоединяет хотя бы чуть-чуть так сказать по чуть-чуть при чуть получается много так вот зашел я в синагогу в нашем городке за две минуты до майрева и там заканчивали урок баля батим то есть рабочие люди которые после работы собираются изучают вместе талмуд лист ежедневный лист талмуда очень очень приятные люди их давно уже знаю много лет мы живем в на одной улице и они в какой-то момент было призыв от главпоколения что после до файами после листа талмуда нужно еще немножко получить аллаху да и во всех сейчас книжках по ежедневному листу талмуда там печатают какие-то законы конкретные что люди не учат не только гемору то есть рассуждение и основу закона но и конкретный практический закон и вот там дают урок давали урок по поводу мудрим дарабанан да это было дошли до закона связано с мудрим дарабанан что у нас есть 18 благословений в молитве амида одно из благословений это мудим благословение благодарения да благодарим тебя всевышний что ты всевышний бог наш бог отцов наших и так далее есть еще один закон что мы повторяем до амида всю молитву 18 благословений повторяем второй раз в шахарит и в минху да в утреннюю молитву дневную так вот во время повторения кантором вот этой молитвы шмана ассара община говорит тоже мой дим благодарим благодарим у тебя всевышний что ты бог наши бог отцов наших и тогда есть закон что нужно также поклониться в начале есть менее что нужны в конце как и во время когда мы читаем модем и кантер он читает этот модем не понижает голос мы это говорим такое-то калаха этот человек который давал урок сказал очень красивое объяснение это почему собственно говоря у нас есть правило что если есть наш посланник и он за нас читает то мы обычно не повторяем второй раз всю амиду да почему здесь вдруг мы говорим какой-то текст который в принципе подобен тексту которого мы уже говорили благодарности всевышнего вопрос все благословения он повторяет за нами и все этого достаточно здесь почему-то мы вместе с ним говорим благодарность всевышнему еще раз немножко другой текст но смысл похожий до вопрос или не вопрос и это потом хороший вопрос никогда не думал об этом так привыкаешь что так нужно себя вести и все никогда не задумался он сказал отличную день говорит оказывается есть такое объяснение что благодарности нельзя послать посланника по всем закон во всем во многих законах тары я могу делать заповедь не сама через своего посланника например даже даже я хочу посвятить себе женщину да то есть я хочу дать передать брачное кольцо своей невесте это можно сделать даже это можно сделать через посланника то есть я даю это кольцо своему другу говорил поезжая в какой-то город другой и там да это девушки какой-то чтобы она была посвящена мне это не называется несу им то есть мы не можем жить как муж женой после этого нужно обязательно поставить хупу но она уже считается посвященный мне в такой то есть даже в такой или не дай бог ни при кого не будет сказано человек посылает гет до разводное письмо тоже может послать посланника не обязательно ему самому это разводное письмо положить своей бывшей жене в руку да да можно послать посланника и он это сделает но заповеди которые связаны с самим собой с моим телом при одеть тфилин это заповедь одеть на меня тфилин на мое тело на мою руку на мою голову и и невозможно выполнить через посланника есть заповедь чтобы этот тфилин были одеты на твое тело и это делать в связи с всевышним и так далее и тому подобное так вот говорят эти те кто объясняют что благодарить это как одевать филин благодарить нельзя делать через посланника благодарить нужно сама самому такая великая вещь да поблагодарить хоть благодарить всевышнего это за тебя посланник не может сделать повторить за тебя молитву может а поблагодарить всевышнего еще раз почувствовать ощущение высказать свои чувства благодарности нужно самостоятельно вот эту мысль который я услышал за одну минуту нахождение в синагоге и две вещи мы сегодня с вами выучили первое что никогда не откладывать если вы можете оказаться в синагоге хотя бы на минуту делайте этого а второе что благодарность нужно делать всегда сами спасибо